Друзья, всем привет! Выставляю на продажу желанный бас многими бас-гитаристами. Как вы знаете, у нас в стране любят очень компанию Fender, разумеется. Любят джаз-бас. Особенно любят джаз-бас пятерки. И особенно любят джаз-бас пятерки Deluxe, которые современные. Почему любят? Сейчас буду рассказывать. Будем вместе с вами во всем разбираться. В принципе, поехали. Как и всегда, идет в оригинальном кейсе. Кейс в отличном состоянии. Открываем. И что мы тут видим? Такая вот красотень. Как вы уже поняли, это Fender American Deluxe Jazz Bass 5. Jazz Bass уже современный, 14-й год. В комплекте с оригинальным анкерным ключом, ключиком от кейса. Бас в изумительнейшем состоянии. Сейчас буду вам все подробно рассказывать. Вот. Это Deluxe у нас. Максимальный Deluxe своей серии. Вот. Соответственно, это у нас идет уже полная окантовка по всему грифу. Такая вот в стиле 70-х. Здесь она белая, очень красивая. Выглядит просто суперски. Вообще фантастически. Инкрустация. Такие вот перламутровые маркеры у нас на грифе. Ну, это все как бы сделано в стиле 70-х. Очень круто выглядит. Очень дорого. Просто шикарно. Дорого выглядит и просто супердорого звучит. Я бы даже так сказал. Вот. Бридж у нас. Возможность крепления струн сквозь себя и сквозь деку, разумеется. Навороченный эквалайзер. Сейчас давайте я вам сразу по нему расскажу. Здесь у нас ручка громкости, баланс датчиков, две сдвоенные башни, то есть два двойных потенциометра и переключатель такой, тумблер. Все это, соответственно, сток, завод. И погнали, буду вам рассказывать. Вот. Почему, кстати, это одна из причин, почему ценятся эти Deluxe. То есть, первая причина, это, соответственно, крутой гриф в стиле 70-х. Просто бомбический. Вторая причина. Навороченный эквалайзер. Соответственно, здесь у нас есть полноценный трехполосный эквалайзер для активного режима. То есть, вниз у нас активный режим. Здесь у нас одна башня отвечает за низкие и средние частоты. Вторая башня, верхняя часть, отвечает за высокие частоты. А нижняя, вот эта часть, отвечает за тон в пассивном режиме. То есть, тумблер вверх, и у нас есть полноценный тон для пассивного режима. И получается полностью классическая схема без эквалайзера. То есть она отсекает полностью преамп и, соответственно, получается полностью классика. То есть совмещены две конфигурации, это классика и модерн. И звучит это, поверьте, просто божественно. Вот, просто божественно. Вот, погнали по косметике. Бас в идеальнейшем состоянии, просто в шикарном, я бы сказал. Есть маленький скольчик, я вам сейчас его покажу. Соответственно, как у нас выглядит хедстаг. Очень все здорово. Ретейнеры у нас для каждой струны идут. Давайте посмотрим на него сзади. Такой вот красивый у нас цвет. Это у нас трехслойный санберст. Выглядит просто фантастически. Вот, просто максимально фантастически. То есть такой черный, с отливом, с переходом, точнее, в натуральный. И с отливом такого красного цвета. Это больше видно спереди, давайте я вам покажу. То есть, вот тут это видно уже прям отчетливо и здорово. Цвет, конечно, бомбический. Бас сделан из ольхи. Гриф-клен, накладка-палисандр. Все по классике. Классическая схема джаз-бас. Вот, и что приятно меня удивило в этом басу, это вес. Вес всего 4 килограмма 170 грамм для пятерки джаз-бас с таким вот классическим широким грифом. И это просто огонь. Просто бомба. Ваша спина вам скажет спасибо. Вот, действительно. Так, тут у нас гриф. Калки бандеровские. Очень клевые, плавные. Прям мне нравится серийный номер. Смотрите, пробивайте. Пяточка. Нек-плейт. Кстати, да. Вот, нек-плейт мне сейчас об этом подсказал. У нас 18-ти вольтовый. Ну, не подсказал, а напомнил, я бы так сказал. 18-ти вольтовый прям у нас. Две кроны используется. Бас очень выхлопной, очень крутозвучающий. Прям супер. Вот, вообще-то то, что по звуку, по эргономике, по весу, это то, что надо. То, что доктор прописал. Вот, прям реально. Ну, вот. Две кроны, 18-ти вольтовый преамп, навороченный. Я вам уже про него рассказал, показал. И по коцкам. У нас есть небольшой скольчик вот здесь на верхнем роге. Вот он. В общем, масштабе это как-то вот так вот выглядит. Его и не видно. Такие вот мятинки, скольчик. Вот, то есть крохотный. Все, больше другого ничего нет. Бас в отличнейшем состоянии. В идеале, я бы сказал. Полностью отстроен. В свежей струнке. Звучит. Все работает идеально. Просто брать, играть, наслаждаться. Скорее всего, это лучший джазбас на всем рынке. Вы посмотрите, какой он красавчик. Особенно в этом трехцветном самберсте. Просто загляденье. Соответственно, кому надо, разумеется, отправим. Пишите, звоните. Приходите послушать. Будете точно не разочарованы. Всем спасибо за внимание. И пока.